Нам понадобится для сегодня мифриловая или айрихалмовая наковальня, 30 костей, 5 железных слитков, 3 души ночи и 3 души света. Разумеется, нам нужно будет смотаться кабанчиком в ад. Я советую использовать эту, как она называется, какую-то, короче, демоническую ракушку. Дальше, убивайте здесь разных демонов. И рано или поздно из этих демонов должна выплыть кукла Вуду. После этого нажимаем кнопочку «Е», заходим в раздел «Домов», проверяем, чтобы в этом списке был наш гид. Это NPC, видите, у нас гид. Он живой. Нам нужно убедиться, что гид живой. Если его в этом списке гида нет, то это значит, что гид либо мертв, либо затерялся по дороге, дождитесь, пока он заспавнится снова. Окей, после этого бросаем куклу гида в Вуду. Гид умирает в этот момент. И появляется стена плоти. Так что наш гид — это перекрашенный стена плоти. Окей, дальше, смотри. После убийства стены плоти вы обращаете мир в хардмод. Здесь должен появиться святой биом. Этот процесс занимает много времени, и обычно он появляется в районе джунглей. Обычно, но не всегда. Если у вас он не появился, я советую создать этот святой биом вручную. После этого отправляемся в данжи святого биома, куда-нибудь в подземку. И охотимся здесь на самых обычных монстров, желательно на уровне пещер все-таки. Так, у нас тут что-то где-то. Плантера, когда ее не звали. Обратите внимание. Так, где, собственно, мобы? И убиваем здесь монстров. Так, покойте. И иногда из них будут выпадать души света, которые зависают в воздухе. Это редкий лут. Хватайте его. Нам всего лишь нужно три души света. После этого отправляйтесь на поверхность и ищите здесь красный биом или испорченный биом. Что-то одно из двух. У меня в мире испорченный биом выглядит вот такой серый, такой весь в дырочку, туда-сюда. Короче, что нужно сделать? Отправиться в этот биом, первым делом. И в этом биоме запрыгнуть внутрь пещер на уровне пещер. То есть достаточно глубоко это должно быть. Так, я предпочту через те дырки отправляемся. Угадайте, что там нужно делать. Выглядят эти души ночью вот так. То есть точно так же, как души света, вам нужно собрать таких три штуки. Всего лишь навсего. Дальше. Железо, я надеюсь, вы знаете, где добыть. Теперь особо, где достать кости. Для костей нам нужно отправиться в данж. Данж всегда есть в любом мире. Будет он вот так вот. Просто отправляйтесь в этот данж. Естественно, вам придется убить там скелетон прайма. Куда же без этого? Точнее, не скелетон прайма, а скелетона, которая охраняет этот данж. Ой, ё-моё, что тут происходит страшное? И убивайте здесь по большей части разных интересных скелетов. Страшных скелетов, красных скелетов, разных скелетов. И из них выпадают иногда кости. Вам нужно 30 штук. После этого используем одну из наковалин. Где-нибудь давайте здесь поставим. И скрафтим одну важную вещь под названием механический череп. Вот он называется. Механикал скур. Бум. После этого отправляемся на поверхность ночью. И при спокойненько левой кнопкой мышки клацаем. В воздухе с помощью механического чейпа появляется скелетон. Прайм. Ну, в принципе, если так подумать... Ой, что я делаю-то? Это обыкновенный скелетон, но только немножко более жесткий, чем обычно. Даже за просмотр, за подписку, лайк и в описании под видео. Найдете замечательный магазин аккаунта, включая GeronShop.ru, где можно купить дешевые Метерарио, Факторио, Майнкрафт и друг сотни других стимовских игр дешевле, чем в стиме. Там же рандомные игры. Много-много-много всего интересного. Жду вас там. Также вы можете подписаться, позвать в канал и заглянуть в описание под видео. Там есть еще целая пачка каналов. Так. На этом канале у нас всякие гайды по популярным песочницам. Так и дела. На соседнем есть Майнкрафт, технологии, АСМР и что-то еще.